добрый день добрый вечер доброй ночи дорогие друзья будем дальше потихонечку продвигаться по духовным тропинкам и с божьей помощью которая приходит всегда только тогда когда есть работа наша с вами снизу работа внутри нашего желания внутри нашего кли которая в потенциале духовное я напоминаю о состояниях изначальных прежде чем конем шаневра алам кола лам кола марекет дик душа а я у весьма охот и быстренько пробежимся в масса вале уме циют оба инсов ба ху ба маше ве табрия шикварь еслием шам цурати да совершенство реальность состоянии инсов когда все уже приобрело форму свою будущую конечную но как мы учили невра что пока это души медубарракалин и шамот говорим пока только о душах хелике лука мимо рацион желание неотъемлемое от желания творца обычно мы не говорим о сущности творца все что мы понимаем ощущаем и над чем работаем это его желание желание по отношению к нам так вот свет породивший это клей как мы не раз говорили оставляет в этом клей в этом желании в этом хомере в этом материале решим от и потому невра творения хотя и находится в совершенном состоянии но желает быть подобным творцу значит начинает творец не может быть получающим значит начинает творение чувствовать ощущение стыда буша на мадексу и тогда приходит мацаббе в это состояние из реальности 6000 лет цифра условная говорит о том что и происходит работа над килим 1000 д хохма течение 6000 лет то есть в принципе говорится о том на тайном языке что и происходит работа в духовном теле где еще и свирот как известно хагат ни малхут конечное состояние самое совершенное наполненное маторат обрея творение об этом и пока не говорим это мацаббе имели а пока что аль-баси старовыми цвет законов духовных и действий по отношению к тому куда тебе надо идти какими средствами душа пытается создать систему которая была бы желательно и подобно творце ля шпия нахар рох леборая то есть уподобиться ему своими действиями влиять на предипходе на приходящие к тебе ощущения и сделать их наиболее оптимально подобными творцу пока напоминаю идет разговор он не шамот о душах в это время пока никакого исправления собственно к желанию получать для себя рацион ликобель аминат ликобель не происходит так как пока что есть есть первые силы быть дающим у человека если сказать просто но проблема в том что дать то пока нечего потому что мишама духовное начало без тела без клей без собственного желания получать даже неважно как для себя не для себя не может работать и проводить свято духовное ощущение я немножко напомню немножко напомню что рэби шли задавал нам по мацабу бет это очень важный мацаб состояние бет были несколько советов что один из них человек должен быть соединен постараться объединиться соединиться понять почувствовать величие творца и который как почувствовать что проявляется с помощью работы втора и митсвот примеры приведу в конце постараться получить только необходимое ахрахи постараться в отношениях гашми это значит ограничить себя не делать все что тебе хочется и насколько тебе хочется а делать в пределах как бы того чтобы не нарушить свое намерение все таки к творцу то есть не объедаться не опиваться во всех смыслах как в духовном так и материальном для себя ну хотя бы в плане тренировки написано тут постараться относиться к другим другому человеку как бы по хорошему скажем как человек даже самый злодей большой оборачивается к своим детям своей лучшей стороной постараться так же обернуть а также относиться к своему окружению производить альтруистические как бы что ты не зависишь от результата для себя действия по отношению к другому в разных формах но лучше мы это придем в конце примеры турани истории и в то же время когда ты пытаешься это делать желательно чтобы у тебя был бекорит контроль что с тобой происходит что происходит с тобой в это время насколько ты страдаешь от того что делаешь хорошее другим и насколько ты продвинулся то есть должны быть какая-то точки две клемида точки измерения низшего своего состояния и высшего и вот насколько ты продвинулся и в зависимости от твоей работы говорили мы естественно возникает хисарон как бы недостаточность как бы желание и что оборачивается в молитву фила ты обращаешься ты не знаешь кому ты обращаешься но ты веришь ты проверяешь ты изучаешь источник жизни который называется Рацион Ашем желание Творца и в конце концов если ты поработал неплохо а кто тебе помогает поработать конечно же твое окружение очень важно что рядом с тобой были бы люди которые хотят того же что и ты сегодня у одного настроения повыше и у Макрин он излучает уверенность бетахон оптимизм и это чувствуется просто телепатически не входить в мистику психологически если человек улыбается здоров и хочет продвигаться по этому пути это лучшая помощь другому поднять ему настроение в этом плане и тогда помогает свыше в чем помогают изменить намерение духовное намерение что называется в конце концов Масаб Гимен состояние третье с хьятом и тим оживление из мертвых а кто был мертвый а мертвый то желание у которого нет силы жить по духовным законам но он старается он пытается а это значит обрезает себя ограничивает сокращает и в принципе страдает и не связан с источником и потому называется как бы мертвы получающие не из прямом напрямую из источника и вот пишет Ребе Шелита Пируш объяснение Харши Адам Гамар Литакен коль пхенот машпи альминат ля ашпи дайнуши и сик коль нараканшел нишмато ба пхенат машпи альминат ля ашпи а старих лашу веля хьет это мет о чем мы говорили то есть что происходит пока человек строит свое желание он готов давать но пока ему нечего давать но но это все равно как человек готовить себя к празднику скажем он пока еще не в празднике он еще не находится но он уже готовит место он готовит еду он собирает друзей он внутренне готов к тому какие будут цвета и это не фантазии это уже работа в рожь масахим это называется постигнуть нефиш рох нишамаха и хида оваль это называется ля ашпи аминат ля ашпи пока то есть я хочу давать чтобы давать сам принцип поймать что это не цель творения ведь надо ля ашпи ли кабель альминат ля ашпи чтобы это цель творения он должен вернуться написано тут и оживить этих мертвых то есть те которые пока даже не находятся в зоне его его сосудов что это значит дай ну ля арер это рацион ли кабель шарго шарго вле ахьётото бигдейши и тхиль литавкет бакабалат ана витанук бигдейши и халь литакно бальминат ля ашпи бизет тхьят амити то есть он начинает возбуждать оживлять свои желания к получению которые подавил тут написано даже убил как бы вообще мог не пользоваться оживить их чтобы сделать эти желания готовыми к функции получать наслаждение с целью исполнить желание творца и при этом еще и насладиться это называется оживление мертвых это я немножко наполнил вам состояние бед и вот когда была произведена эта работа состояние гимель которое называется конец исправления конечное исправление мартикун душ пока говорят только о душах которые уже находятся в одной системе в одном клее с тем что называется желание получать гуф который уже настолько настрадался настолько очищен что готов уже услышать соединиться и работать вместе со своим высшим сельоном которое называется не шама я хочу сказать в принципе мы уже говорили что нужно постоянно напоминать себе откуда прошел вообще процесс этих исправлений мы говорили с вами кли энсо решимо свойства света четыре свойства мы говорили само желание давать кетер хохма это само наслаждение свет то есть то чем собственно должно быть наполнено творение вина способная не зависеть от самых огромных наслаждений и при этом у нее есть силы относиться к этим наслаждениям и когда надо давать нижним и в принципе то о чем мы говорим ведь как бы нам дают возможность дают возможность самому человеку стать творцом себя то есть мы говорили о том что в Мацаве настоящее все готово все произошло все в совершенстве и чтобы вернуться как бы надо вернуться в прошлое но мир устроен так духовные миры чтобы попасть тебе в твоем новом состоянии в это прошлое которое совершенно тебе надо пройти как мы учим состояние бет состояние гимель то есть как бы из будущего надо вернуться в прошлое и тогда а в настоящее без разделения на части дают возможность человеку как бы стать творцом своей новой ступени и вот написано в напоминает нам что была у нас трудность один из вопросов что надерег טוב мотив ах бара мельих отхилла что титанина и тесарана в помешках ими хая как мальк ах мельх 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 откуда же эти страдающие откуда же измученные страдающие творения твои и как мы видим по процессам духовным он объясняет что совершенство этих состояний первого али все равно должно прийти мимо цав гимель чтобы понять правильно точку отсчета то есть каждая новая ступень это как бы новый мир все надо пройти сначала до мемца ме хаме об этом мы говорили и тогда из мацава бедви гимель в конце концов с работой над своими желаниями человек приходит опять в свое состояние которое уже совершенное то есть как бы надо ему это сделать снизу 2 2 дальше просто из сущности самого творения или путем страдания или через Тора Дереха Хисена бойта ударами прийти к тому чтобы вновь быть в состоянии совершенства массовали и написано тут и все эти страдания находятся только по отношению к нечистоте тума гуф наш и мы видим не рождены эти желания для себя нечистоты грубые не замечающие все окружающее только они 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 рождены для того чтобы умереть в конце концов написано тут что значит умереть изменить намерение и все эти страдания и все эти несоответствия духовной формы для чего они нужны только для того чтобы получать чтобы увидеть само увидеть ничтожество и ущербность получать для себя какой ты есть сегодня ведь мы дети творца вселенной дети творца всей вселенной всего мироздания короче бьют человека пока не скажет рациане хочу я так работает система продвижения и вот написано тут как бы риторически если бы было понимание взаимная поддержка и каждый постарался бы относиться к другому по духовным законам не было же бы у тебя никаких проблем которые сегодня разрывают тебя на части твоего эго и весь огромный мир как бы печется думает о тебе и те о нем и на что это похоже это похоже на то что ты как бы растешь ты часть этого мира ты не печешься только о чем-то маленьком вот но ты как бы думаешь ну категориями может быть это не точно но я бы сказал вселенскими а тот кто думает по большому он становится большим я помню когда если вам это что то говорит занимался спортом довольно таким серьезным прикладным и ну работал делал что мог я имею ввиду над собой до двадцати лет это было продвигался как мог да но когда меня как как бы продвигающихся отправили в центр где были большинство там чемпионы и ты находясь среди них вдруг получаешь психологию уверенность чемпиона и ты чувствуешь себя иначе и тогда борьба это была даже такой достаточно тяжелый для еврея спорт становится в радость это уже не страдание это как бы упоение в бою так и так и все 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 и все все Написано тут о том, однако при всем при том, что в теории все понимают, что было бы лучше сразу идти по духовному пути. Ну кто это может? И потому все болезни, все страдания, все неприятное, что происходит с нами в жизни, это именно тот САА, результат неправильной циркуляции сил в организме. Как в материальном, так и в духовном. Мы же учим материальным, если из организма не выводятся вредные вещества, псолит, начинаются болезни. Если ты лишнее кушаешь, пьешь, эта еда ест тебя. Точно так же работает система и в духовном. И потому сами страдания эти могут привести человека к изменению своего намерения и формы. Но это длинный путь и тяжелый. И он большим нам делает ударение на то. Запомни, что митсвот, действия между человеком и его товарищем, они важнее прежде, чем между человеком и маком, творцом. Потому что, говорит он, ля шпи ля хаверо, делай действия для товарища, это тебя приводит к тому, что ты начинаешь ля шпи ля маком, начинаешь работать на творца. Почему? Да чтобы не было у тебя фантазий, димьянот. Ты не знаешь, кто такой творец. Ты не знаешь, может, приблизительно, что от тебя хотят. И поэтому индикация очень важная, как ты относишься к творцу, то есть к тому, что снаружи тебя, снаружи твоего клея. Как ты относишься к нему, как бы к его представителям. И через это ты можешь ощутить, насколько ты не подготовлен. Мы все хорошо помним, откуда мы пришли. В советский Митсраин, да? Украденные, неправильно понятые идеи и сторы. Я вот взял, например, равенство и братство. Равенство и братство по-духовному и по-советски. Ведь действительно, эти идеи очень высокие, очень важные. И для того, для кого это не просто слова, это кли, мощное духовное кли. Что мы понимаем в духовном? Равенство. Это равенство душ относительно Творца. А часть вечности, это вечность. Стакан 100-граммовый, наполненный до конца. Это называется инсов. И цистерна, наполненная до конца. Это тоже инсов. И душа человека, который продвигается на максимуме своих возможностей, бадырых ашпа. К душа, святость, чистота, нетто. Возможность твоя максимально управлять возрожденными, мацавгимель, желаниями. Получать высшие состояния, подобные Творцу. Не виртуальные, надуманные представления, не основанные на духовных законах. Но басис, законы Торара и Митцвод. Во всех аспектах, каждодневных, бытийских, в аспектах бытия отношения между человеком и его товарищем, между человеком и Творцом. Но это равенство духовное. Ания шемелу кеха, ашереца от сати, от хаэм миарец Митцраем. Я твой Творец, который вытащил тебя из земли Митцраем, из советского Митцраем. Какое там было равенство? Какое равенство предлагали нам там? В том месте, откуда нам посчастливилось спастись. Нам предлагали равенство стада, овец, общего пойла. При условии, при условии, что ты согласен с идеям партии, организующей, управляющей, направляющей, как там еще было сказано, силой народа. Ну а если ты не согласен, вы знаете, были места, где помогали это понять. Я немного утрирую состояние, которое было там. То есть, утрирую, специально сгущаю краски, как бы. Оно было не совсем таким. Оно было хуже. Оно было прикрыто лживыми лозунгами, красивыми, правильными лозунгами. И обещаниями, прикрыто силами нашей уходящей молодости. И надеждами. И надежды, конечно же, не оправдались. Они не могли оправдаться. А почему? А потому что вы чем-то не имеете. Эй, Норбликли. Эй, Норбликли. Не может творение подобное своему создателю. Эйн, стоп. Источнику всех наслаждений. Пхинат далет. Эйн, стоп. Получение. Подобное своему творцу. Удовлетвориться преданностью партии, скажем. И заботой, как там. Жила бы страна родная. И нету других забот. Только через много лет. Человек понимал, что там, где он находился, он страдал. А как он стал понимать это. Просто выросла его кли. Почувствуйте разницу, это называется. Можно есть чем сравнить. Безграничное кли. Достойное безграничного наполнения. Безграничного наполнения. А почему это произошло вообще? Крах советской власти. Несоответствие клеи светов. Было много лжи, несоответствующих действительностям. Идеалисты первых лет переворота, как бы, хотели, как бы, хорошего. Обычного. Во всех переворотах. Но, вы помните, они или ушли из жизни, или их ушли в тюрьмах. И осталась кучка людей, управляющих страной. Пользуясь властью своей, эксплуатируя народ. Власть – это огромная сила. Власть – это ты, как бы, покупаешь, пользуешься силами других келим, чужих душ. И вот это пар. В ивритее слово пар – это, как бы, несоответствие. Огромная разница. Между неразвитым кли, ложью, высоких лозуков, в конце концов, разрушили страну. Снизу разрушена была. И сверху Творец не допускает к жизни кли, не способная к жизни. Так же и тут есть естественный отбор. Да, мы говорим о безграничном кли, достойное безграничного наполнения. Мы пока не безграничное кли. Мы только учимся этому. А как? Немножко на примерах и жизни. А что такое жизнь? Это Тора. Я на том занятии начал немного говорить с вами о Парашат Мишпати. Как обыденные, материальные, как бы, отношения, которые имеют огромные духовные корни. Во всех аспектах бытия человека получают заповедь и советы из Торы, как надо поступать. Поэтому, я думаю, что есть смысл немножко продолжить о законах Тора между человеком и человеком, человеком и Творцом. Мишпатим – это не просто предложение, это законы. Где мы были? Мы были… Кто ударит отца свою или мать свою, того должно предать смерти. И говорили о том, что не разрывай связи и со своим источником высшим, потому что рубишь сук, на котором сидишь. И кто засудит? Ага. И вот написано. Дальше. Советы, мишпатим, законы. Если ссорятся люди, и один человек ударит другого камнями или кулаком, и тот не умрет, а сляжет постель. То есть, он встанет и будет ходить по улице на костыле своем, то ударивший не будет по вине смерти, только пусть. Заплатит за остановку в его работе и совершенно вылечит его. Как бы ситуация бытейская. О чем тут идет разговор? Был ущерб. Исходя из духовных законов, где все уравновешено и находится в единстве, в совершенстве, человек обязан возмещить ущерб духовный, вернуть нарушенное состояние к чужому кли. Для чего? Чтобы не мешать ему, ли в отце, это в кидо, исполнить свое предназначение. Если бык, если забодает бык мужчину или женщину, и они умрут, то бык да побит будет камнями, мясо его не есть, а хозяин быка не виноват. То есть, на самом деле, животные хомер-беймии, животное желание обычно находится под управлением и предсказуем. Но если бык бодлив был, и вчерашнего, и третьего дня, и предостерегаем был хозяин его, но не стерег его, убьет он мужчину или женщину, бык да будет побит камнями, и хозяин его предан смерти. То есть, человек обязан жить и знать силу своих желаний, и контролировать их. Если надо, цим-цум. Если надо, должен быть шмира. Соблюдение. Масах. Работа с своим желанием, чтобы зверь твой не вырвался. Не надел. Проблем. И еще написано. Есть тут, я кое-что пропускаю, как примеры, как работает желание духовное. И, слава Богу, дают нам как бы простые примеры жизни. А если раскроет кто-то яму, или выкопает кто-то хозяин, кто... И выпакает ту яму, и не покроет ее, упадет в нее бык или осел, то хозяин ямы должен заплатить. У хозяина ямы есть хиссарон. Есть у него желание для чего-то сделать яму. Знай. Со своими проблемами, своими желаниями, своим кли, ты должен сам обращаться. Прикрыть, чтобы не яма, это хиссарон, это нуква, это место пустоты, которое требует наполнения. поэтому туда может... Это может принести деним суды другому. Человек может упасть туда. В данном случае животное чье-то. Это твое желание и опасность для другого. Должен заплатить. Если украдет то быка или овцу и зарежет его, или продаст его, то пять быков заплатит за быка, четыре овцы за овцу. Не входить сильно в пневею. можно только сказать так. Тайна от хозяина желания. Ты проник в его кли, украл для себя. Неважно, в каких формах. То ли ты хотел подпитаться от его силы, от его средств. Или еще, неважно, какие формы. Важно, что ты должен возместить ему его аккумулятор. Бык это хомер. Это сила, оживляющая его кли. По всем пяти параметрам. И это очень важная часть системы оживляющей. Мы говорили, есть высшая душа, связанная непосредственно с источниками духовными, желанием Творца. Есть промежуточная душа бейми, оживляющая, наполняющая губ, тело, твое желание и работающая с ним. Что еще у нас есть? Если потравить кто поле или виноградник, пустив скот свой, травить поле чужое, как бы специально, то лучшим из своего поля и лучшим из виноградника пусть заплатит. Тут показано, как человек, который попользовался чужим и запустил свои животные лапы, животное начало в чужое владение, чужое кли, и понял это, и не желает этого, чем он должен исправить? Он должен отдать лучшее, что есть на его поле, в его винограднике, то есть в принципе отдать лучшее из состояния, которое называется хэсид, байрат, хасадим, то есть хохма лучшее из того, что у него есть, и с желанием это отдать. А если найдется вор, если отдаст кто ближнему самому серебро или вещи на хранение этого крадена будет из дома, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое, если же не найдется вор, то хозяин дома придается суду и там свои процессы. О чем написано тут? В чем тут исправление? Был нанесен ущерб. Но ущерб не только материальный, не только к ли этому человеку, который потерял некое имущество, но это была дырка в лодке, это удар был в самой душе укравшего по отношению к творцу, по отношению к самому исправленному состоянию. И потому он должен восстановить равновесие. Поэтому вместо одной овцы он дает большое количество и вместо скажем тут в данном случае, то он платит дважды. неважно что вещи на хранение перенос серебро. Или если кто займет у ближнего скот, а тот искалечится или умрет, а хозяин его не было при нем, должен он заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Тоже довольно интересно. Ты взял лошадь попахать, а в это время она упала и умерла неизвестно от чего, или заболела, или сломала ногу. Ты отвечаешь. Ты взял вещь также с намерением вернуть такую же. Но если находится хозяин тут при тебе, даже случайно, то все происходящее, эта лошадь как бы находится в его владении, в его кли, и он я без простых объяснений, что он видит, что хозяин не виноват, а просто сейчас кли находится, что в данном случае взятое на найм находится в его как бы владении. Выражение оставляет в живых, написано тут. Самое высшее достижение духовное это свобода выбора. И человек должен всегда иметь выбор между двумя точками кав смоль кав имин. Он всегда должен выбрать между двух равных сил, может быть двух вожделений. То, которое желательно по пути к Творцу, по пути к более высокому состоянию, но ворожея, колдун, они дают тебе мамаш действительно подсказку, что с тобой произойдет завтра. Все, тебя лишили свободы выбора. Лишили одного из главных преимуществ развития духовного желания. И пришельца не притесняй, и не угнетай его. Обе пришельцами были вы в земле египетской. Кто это пришелец? Это желание, что еще не находится в единстве, в соединении основным клипом. Но оно может и должно быть соединено с ним. Потому мы были пришельцами в Митсрае, и мы ушли оттуда с вещами, с серебром и золотом, что это духовно, это святая килим. Потом мы, используя это, изменили свое желание, а им вернули их. Если возьмешь залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее ему, ибо она единственная и покров его, она одеяние тела его, чем он будет спать, и будет, как возопьет он ко мне, и я услышу, и я услышу, значит накажу, ибо я милосерден. одежда, левушь, это окружающий свет, который должен войти в тебя по мере духовной работы. И ты, который дал человеку какой-то залог, а он тебе дал в залог того, что он отдаст долг одежду, это важная вещь для него, и ты не можешь, если она единственная, лишать его этого, потому что раздетый человек, это человек, потерявшийся, не имеющий связи с другими состояниями. Судей не злословь, не злословь, и начальникам народа твоим не проклинай. Почему? А потому что история написана шофтим вышод рим тасе башарэха. Как бы мизы шофтим. Кто судьи? Судьи это высшее состояние твоего желания, которое объективно, независимо от него выносит решение, виновен ты или не виновен, и насколько по отношению к тому ущербу, который нанес своей душе, если мы говорим об одном человеке. Но этого мало. Должны быть шатрим, должны быть мистера, те исполнительные органы, которые не думая, а исполняя решение твоего, судив тебе, они доводят дело до конца. То по возможности продолжим несколько пунктов, которые остались. желаю вам хорошего духовного настроения, что нужно и материальное, и хорошего праздника. Пурим. Арвим басимха. Вольту. Продолжение следует...